МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы, тем, которые не состоялись у нас в республике Хакасия, но, тем не менее, могли принести много бед в разные семьи. Именно вопросы семьи вы курируете, протестные акции. Расскажите, пожалуйста, вот как вы к этому относитесь, обращаются ли к вам за помощью, может быть, родители в таких ситуациях? Отношение мое однозначно. Участие несовершеннолетних в протестных акциях недопустимо. Обращений к нам не было, если не считать того случая, когда ребенок гулял с папой, и, по словам мамы, совершенно случайно оказались на пути шествующей колонны. Но, к счастью, работники полиции были рядом, и сотрудники ПДН доставили ребенка к маме. С мамой мы были на связи и договорились, что мой мобильный телефон у нее будет, номер мобильного телефона будет сохранен, и в случае необходимости она обязательно им воспользуется, но пока звонков не было. И вот все истории, которые произошли и в предыдущие выходные, и которых мы опасались, но, к счастью, их не было в ближайшие выходные, они говорят о том, что дети в силу их природной любознательности, в силу их тяги к справедливости, в силу того, что они всегда хотят быть впереди планеты всех, и в центре внимания. И в центре внимания. Может быть, дефицит внимания в семье сказывается. Они стремятся туда, где шумно, интересно. Вот в предыдущие выходные я подходила к нескольким ребятам, и мой вопрос, почему вы здесь вызывали у них обратную реакцию, а что нельзя? И объясняла, что несовершеннолетние, в силу того, что недостаточный жизненный опыт, у них нет устойчивых, сформировавшихся каких-то установок, он может привести к тому, что, попав в толпу, ребёнок подвергается опасности причинения, ну, можно сказать, вреда здоровью. И толпа – это вещь непредсказуемая. Почему это случилось? На мой взгляд, есть и ещё одна составляющая. В последнее время мы говорим о дефиците внимания, дефиците доверия, можно даже сказать, дефиците любви между родителями и детьми. Мы оправдываемся стремительным временем. Оправданий у нас много, но, на мой взгляд, если бы родители разговаривали чаще со своими детьми о происходящих событиях, о жизни, о каких-то жизненных ценностях, принципах, правилах поведения, то ребёнку было бы проще сориентироваться. Я уже говорила вам о том, что прошла у меня первая, вот в этот период ограничительных мероприятий, выездная встреча с сельскими школьниками, и я порадовалась тому, что дети наши очень здраво рассуждают. И им просто не хватает вот таких серьёзных разговоров с честными ответами, с людьми, которые ответственны за что-то в этой жизни. И мне очень хочется обратиться ко взрослым. Идите к детям и говорите с ними. Будь то семья, будь то ваша работа, или общественная нагрузка, или вот просто по зову души. Идите к детям. Дети нужны, взрослые, наставники, которые могут сказать о смысле нашей жизни, которые могут разъяснить, что ни одна революция бескровно и спокойно не прошла. И поэтому в силах людей сделать даже выражение протестных настроений цивилизованными, и есть для этого приемлемые формы. Инструменты, да? Очень законные инструменты. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому я могу сказать, что вчера профилактическая работа, обращение к взрослым, может быть, даже мороз на улице, сработали на то, что несовершеннолетних не было. На площади, которая была обозначена местом встречи, и никаких особых событий не было, не произошло. Ирина Евгеньевна, ну все-таки вернемся к нашему главному сегодня вопросу. Год 2020 завершился, уже наверняка подбили все цифры, завершили всю статистику, сделали выводы. Скажите, была пандемия для вашего института защиты прав ребенка? Ну вот, да, насколько он был сложным? Он был сложным для всех, не только для нашего института правозащитников. Для всех. Я не могу сказать, что мы сработали слабее. Наоборот, я говорю, что, наверное, эти ограничительные мероприятия сделали нас сильнее, потому что обращений было не меньше. Обращений было 745 за 2020 год. Больше, чем одно в день, получается. Больше, чем два в день, да? Да. И 619 мы взяли в работу, а по остальным, 126, были даны устные консультации, разъяснения. Когда-то в самом начале моей работы в должности детского правозащитника я больше делала упор вот как раз на те обращения, которые берутся в работу. А сейчас я понимаю, что и вот эта часть разъяснений, консультаций, она чрезвычайно важна. Команда профессионально работает и может по каким-то обращениям сразу дать пояснение, помочь человеку, и уже в работу это обращение не идет. А вот те обращения, по которым нужны запросы, ведь наивно предполагать, что детский правозащитник один работает в поле по защите тех или иных прав ребенка. Мы работаем со всеми уполномоченными органами, а это и органы исполнительной власти, это и органы местного самоуправления. И, конечно, по разным вопросам мы делаем запросы, мы спрашиваем, что проведено и как проведено, уполномоченными органами. Ирина Евгеньевна, вот, может быть, для наших телезрителей будет и удобно, и важно, и интересно, если вы расскажете о каком-то примере, который больше всего поразил вас в вашей работе в прошлом году, для того, чтобы понимали люди, жители нашей республики, с какими вопросами, с какими проблемами они могут к вам обращаться. Не только же вот совсем вот эти условные сухие, когда совсем никто не может помочь, вот он, пожалуйста, перед вами, Институт защиты прав ребёнка, правозащитник, но, может быть, были такие проблемы, которые вот не решились, но они вас поразили. Вы знаете, я не устаю говорить о том, что к детскому правозащитнику можно обращаться с любыми вопросами. С любыми. Ну, конечно, всё, что касается семьи. Всё, что касается, абсолютно верно, ребёнка, что касается ребёнка. И отличие нашего Института детских правозащитников в России от других в том, что ребёнок никогда не рассматривается отдельно от семьи. Мы всегда говорим о том, что все вопросы, все проблемы, которые возникают у ребёнка, это всё то, что связано, как правило, с семьёй. И если говорить о способах обращения к нам, то на сегодняшний день их несколько каналов в связи с нами. Если в первом квартале 2020 года у нас были активные выездные приёмы, личные приёмы в аппарате, то, естественно, с введением ограничительных мероприятий мы вынуждены были объявить о прекращении личных приёмов. И вот по итогам 2020 года практически две трети обращений – это дистанционная форма обращения к нам. А это может быть обращение на электронную почту, обращение посредством почтовой связи. Это могут быть странички уполномоченного. Посмотрите, на сайте уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка есть странички региональных уполномоченных. Через сайт федерального уполномоченного, через портал органов власти в Республике Хакасия, там тоже есть наша страничка. И уже практически больше года действует наш сайт, мы его активно продвигаем, и через наш сайт тоже стали поступать обращения. Кроме того, в 2020 году было несколько обращений через профиль в Инстаграме, в социальной сети. Спасибо за Ваши работой, в Инстаграм как раз слежу. Если говорить о каких-то особенных случаях, ну и вот поймите, что каждое из 745 обращений это своя история. Человеческая судьба. Это абсолютно верно. Ну, например, в период пандемии мы работали с целью оказания помощи. И опять-таки неправильно представлять, что вот мы вышли или с волшебной палочкой, или с такой шашкой на голову, и все вопросы решили. Нет, это кропотливая работа с теми уполномоченными органами, которые призваны решать эти вопросы. И мы, например, занимались решением проблемы по... Проблема была простая. Отключили свет у семьи. Там был конфликт между поставщиком электроэнергии и семьей, главой семьи. И нужно было решить вопрос срочно, потому что это и форма с использованием дистанционных технологий обучения у детей. Это и семейное. Ну, представить нашу жизнь без электричества невозможно. Комфорта нет. И здесь, спасибо, и Госкомпторифэнерго сработал быстро. И мы помогали старшей девочке, которая живет в другом субъекте Российской Федерации, но прописано все еще здесь. То есть там она обучается, здесь прописана. И по правилам, для того, чтобы представлен был полный пакет документов, нужна была справка вот с места ее учебы. Одним словом, вот как-то мы так слаженно решили эту проблему. По прошлому году, вы знаете из средств массовой информации, у нас было несколько ситуаций, которые не могли оставить нас равнодушными, и других людей не оставили равнодушными, когда дети высаживались из транспорта. Из автобуса, в морозах. И понятно, что с одной стороны мы говорили о отсутствии каких-то человеческих качеств, сострадания, внимания к ребенку со стороны перевозчиков, но с другой стороны мы понимали, что у нас нет нормы, которая регулировала бы и запрещала ставить ребенка в ситуацию заведомой опасности. И спасибо депутатам нашего Верховного Совета, которые при обращении нашем поддержали нас в этом. И сейчас идет разработка законопроекта, который будет рассмотрен, вот я думаю, надеюсь, что в первом квартале 2021 года. надо писать все эти истории, потому что в каждой истории боль, а потом, возможно, радость, а может быть вопрос в результате вмешательства вообще разрешился по-другому как-то. То есть этих историй великое множество. Самое главное, чтобы в результате вмешательства ребенок получал защиту и помощь. Соответственно, и семья тоже. Восстановилась то благополучие, которое необходимо для каждого ребенка. Ирина Евгеньевна, очень быстро с вами в программе прилетает эфирное время, к сожалению, но и сейчас закончилось. Поэтому да, вот не все мы вопросы обсудили, но я рассчитываю, что мы с вами еще в этом году встретимся в этой студии и расскажем нашим телезрителям, куда обращаться, как обращаться и как поступать в каких-то случаях неординарных. У вас очень много опыта, и вы даете всегда хорошие советы. За это и за неравнодушие вам большое спасибо и до встречи в эфире. Спасибо вам. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос». Дня увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин